Жилищные проблемы или трудоустройство, какой бы сложности ни были вопросы, содействие в их решении призваны оказывать местные органы власти. Помимо прочего, в эти дни отдельное внимание уделяется подготовке жилого фонда и социально значимых объектов к зимнему сезону. Материал из Ташкентской области. Диалог с народом. Он носит сегодня конструктивный характер. Во главе угла проводимых мероприятий прежде всего интереса человека. Потому данная система, инициированная главой государства, демонстрирует свою эффективность на практике, открывая все большие широкие возможности по созданию достойных условий жизни для населения. В процессе подворового обхода, организованного в Ташкентской области, ответственные лица администрации президента, руководители народных приемных президента, министерств, комитетов, организаций, секторов принимают необходимые меры по решению каждого наболевшего вопроса. В центре внимания и подготовка жилого фонда социальных и других объектов к зиме. Жителей, попавших под снос домов в городе Ахангаран, переселили в Махалю Ногай-Кургон, где вырос новый массив. Продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры. Параллельно с общественным приемом в Алмалыке приняты меры по ускорению работ касательно протягивания в Махале Ногай-Кургон пятикилометровой электросети, установки трансформатора и бетонных опор, прокладки четырех с половиной километров водопроводов и свыше трех километров газовых линий. Клара Маткосимова из Ногай-Кургона попросила привести в порядок внутренние дороги и арык. Изучив вопрос на месте, ответственные лица приступили к его решению. Выровняли линию водной артерии и обновили старые трубы. Покрыли асфальтом дороги на четырех улицах. После общественного приема сразу же началась практическая работа по приведению в порядок дорог, электросетей, водопроводов, газовых линий. Конечно же, мы довольны. Очень благодарны президенту за такие внимания и заботы. В Махале Нуравшун также сконцентрирован один из новых массивов Ахангарана. После обращения населения начаты работы по газификации и уже протянули чуть менее половины труб, общая протяженность которых составит три с половиной километра. Не осталось без внимания ни одно обращение. Говорили и о необходимости доставки на места твердого топлива. В итоге данная работа значительно ускорилась. На общественный прием в городе Алмалык пришли жители городов Ангрен, Ахангаран, а также Ахангаранского района. Семь из рассмотренных органами внутренних дел 32 обращений решены на месте. По 23 даны правовые разъяснения. Два взяты под контроль. В частности, положительный ответ получили и обратившиеся касательно постоянной прописки. В открытом диалоге, состоявшемся во второй половине дня, в городе Нуравшан также приняли участие жители Юхоро-Черчикского, Урта-Черчикского и Пскенского районов. На основе обращений проживающих по улице имени Исмойла Хакимова в областном центре приступили к асфальтированию дорог. Многие вопросы, связанные в частности с восстановлением на работу, постоянной пропиской лиц, не имеющих гражданства, выплатой и компенсацией за снос жилья, выделением жилплощади, получением лечения, нашли свое положительное разрешение на месте. Предприниматель Барно Мнаварова из Урта-Черчикского района возводит современный детский садик на 300 мест. Однако необходим кредит. И вот в ближайшее время вопрос будет решен. Афархот Ибрагимов из Нуравшана просит выделить земельную площадь на территории города для организации предпринимательской деятельности. Данный вопрос также взят под контроль и скоро решится. Хумайюн Буатлиров рассказал о недостатках в подаче электроэнергии в Махале Янгитурмуш Пскенского района. Ответственным лицам даны соответствующие поручения в этом плане. Во время общественных приемов в Алмалыке и Нуравшане рассмотрены обращения 444 граждан. 118 вопросов решены на месте. По 82 даны правовые разъяснения. По требующим дополнительного изучения, 244 определены ответственные лица и сроки.